МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как организации могут привлекать добровольцев, что они с их помощью хотят сделать. Соответственно, в культурных событиях также будет учитываться, что этот год будет юбилейный для Ульяновска, 370 лет. И будет интересно, что организации смогут предложить к этому событию. А в социальных услугах, конечно, будет учиться в первую очередь актуальность. В этом году на конкурс НКО подали заявки 17 территориальных общественных самоуправлений. В ТОСе Абдреево из Новомолоклинского района, например, не хватает своего клуба. Самоуправление занимается благоустройством территории села и помогает пожилым сельчанам. Однако проводить собрание ТОСа, отмечать праздники и развлекательные мероприятия жителям негде. Денежный грант может решить эту проблему. У нас даже клуба нет. И из-за этого какие-то собрания, сход граждан проводить приходится в школе, в столовой. Это санпедстанция им не разрешает. Директор как-то идет уж нам навстречу, но это же не дело. Среди участников есть те, которые уже выигрывали гранты и вкладывали их в свое дело. Как и в прошлые годы, они пришли доказать, что именно их организации достойны внимания и государственной поддержки. Стабильное получение субсидий позволяет авторам проектов развивать свои направления до нового уровня. Мы участвовали в 2016 году. Наш проект назывался «Служба ранней помощи малышок». Это один из лучших проектов 2016 года. И мы выиграли грант. И служба работает по сей день. Она работает на базе Центра ППМС «Доверие». И для детей маленького возраста созданы все специальные условия. По мнению опытных участников конкурса, получить материальную поддержку от государства могут только те организации, которые на самом деле несут пользу для общества. Еще на этапе рассмотрения заявок сомнительные проекты отсеиваются, уступая место серьезным проектам. Организации однодневки, организации, которые приходят на конкурс только лишь ради конкурса и получения субсидий, не видев последствий дальнейшего развития, они на этом фоне просто понимают, что здесь им не рады, их здесь не ждут. На получение грантов было подано 122 заявки. Итоги защиты будут известны уже в начале марта. И тогда самые перспективные и действительно важные для общества проекты получат гранты для дальнейшего развития. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульянской правды.